АННИКОВА Редкая птица долетит до середины Днепра. И уж особо редко рискнет перебраться через улицу Анникова в районе дома 9. А мы все-таки попробуем. Мы в огне не горим и в воде не тонем. Пять шагов, заплыв нормальный. Говорят, здесь по дороге ямы, машины теряют номера. А ливневая канализация забита и не работает. Ну, раз уж я зачерпнул воды, я пойду дальше. Душевно. Успех предприятия оказался сомнительным. Хорошо, что удалось отделаться только мокрыми ногами. Возмущены оказались не только местные жители, но и водители общественного транспорта. Паникой, мы должны поворачиваться на фестиваль. А там уже невозможно ехать. Пол в машину, пол салона ходят сюда. И что пассажиры? Пассажиры, может, жалуются. Почему не ездят? Это ужас что-то творится. Сюда не подойти, не подъехать. Там же есть ливнёк, её почистить просто, наверное, надо. А как перебираетесь? Как? Пласт? В объезд? Плохо, конечно. Маршрутка не ездит до конца. Плохо. Необходимо отметить, что коммунальщики пытались откачать воду. Но, как это обычно бывает, в дело вмешался его величество случай. Шланги раздавили. Вон, видишь? Вон, посмотри. Вон, видишь шланги? Вон, шланги раздавили. И как это произошло? Прямо по воде прошёл. И всё, товарищ. На муповской машине, на это, чистый город похожий. Новая машина. В результате работать нельзя, да? Так он мне раздавил шланги-то. Шланги-то раздавил, мне качать-то как? Рабочие обещали заменить вышедшее из строя оборудование и вернуться обратно. А серьёзные работы по ремонту и прокладке ливневой канализации начнутся в самое ближайшее время. На сегодняшний день происходит разработка проектно-сметной документации на прокладку ливневой канализации по улице Айникова. Мы ожидаем получить готовый документ к концу следующей недели. Сразу после этого мы передадим его на экспертизу. И по получению результатов экспертизы объявим аукцион на осуществление работ по прокладке ливневой канализации. И мэром города Ишкрылы нам поставлена задача закончить эти работы в этом году. Поэтому мы уверены, что в этом году ливневая канализация будет проложена на улице Айникова. Проблемных мест в столице республики хватает. А решение проблем напрямую зависит от расторопности и профессионализма соответствующих структур. Жители улицы Айникова надеются, что уже этой осенью они забудут про непроходимые лужи, а общественный транспорт будет охватывать весь заявленный маршрут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова